Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, в последнее время мне всё чаще и чаще в личные сообщения ВКонтакте отправляют разнообразные GTA-самб-журналы. И говорят, мол, слушай, а вот этот журнал нужно читать? Слушай, а вот этот журнал нормальный? И бывает такое, что мне скидывают нормальные журналы по типу Самворлда или, я не знаю, Rockstar Bombit, возможно. А бывает, что мне скидывают, ну, не особо хорошие журналы. Возможно, даже плохие. А возможно, даже отвратительные. А скорее всего, это называется у нас в России как «желтая пресса». И именно про это мы сегодня с вами и поговорим. Именно про «желтую прессу» в нашем GTA-самб-комьюнити. В нашем дружном GTA-самб-комьюнити в журналах ВКонтакте по Сампу, соответственно. Так вот, вы знаете, вот есть несколько журналов ВКонтакте, посвящённые такой игре, как GTA-самб. Однако, ранее этих самых журналов было всего, ну, раз-два я обчёлся. И вот как раз-таки первым из таких журналов был «Лайф Сам». Возможно, даже он был самым первым журналом. Я уж не знаю. Я эти журналы все начал читать уже после появления, по-моему, даже Самворлда или наподобие того, или с появлением Rockstar Bombita я начал всё это читать. В общем, не имеет особого значения. Так вот, дело в том, что раз уж журналы существуют давно, зарекомендовали себя вроде неплохо, да и подписчиков там недурно, значит им в полной мере можно доверять. Так же произошло и в данном случае. Однако, я сразу хочу вам сказать, что я не буду детально описывать всю вот эту вот ситуацию, всё это происшествие. Если вам данная тема будет интересна, то можете посмотреть ролик на данную тему на канале Вовы Ангела Касад. Там даже не ролик, там даже вот стрим. Поэтому, если вы, мало ли, хотите погрузиться в эту тему целиком, если вы там, я не знаю, её забыли и хотите её вспомнить, либо даже не знали о том, что когда-то такое происходило, что маловероятно, однако вполне такое возможно, то можете посмотреть целый стрим на канале Ангела Касада, который там есть и превью, есть и название, и всё там есть. Однако, вот если вы посмотрите данный стрим Ангела Касада, то также настоятельно могу порекомендовать посмотреть мой ролик на основном канале, вот где я закрепил все эти факты и добавил немного своего мнения, к которому люди в последнее время прислушиваются. Да и до этого они тоже немало прислушивались к моему мнению, должен сказать. Так вот, тут дело не в том, чтобы был какой-то пранк, там, чтобы все посмеялись и так далее, тут дело в самом отношении данного журнала к своим читателям. То есть, вы знаете, читатели, они, разумеется, должны фильтровать всю информацию, которая попадает им в мозг, с которой они ознакомливаются через глаза, там, я не знаю, возможно, кто-то через уши, если смотрит каких-то новостных GTA-самп-ютуберов, если такие есть, наверное, я таким отчасти являюсь, возможно, буду являться в будущем, так как я рассказывал вам о каких-то новостях, которые происходят в GTA-самп-сегменте, сейчас я рассказывал вам только о негативных новостях, возможно, в будущем буду рассказывать еще и о каких-то позитивных, о нейтральных новостях и так далее. Однако, мы отвлеклись от темы, про которую мы говорили. Так вот, дело тут не в каком-то пранке, не в том, что они хотели посмеяться и так далее, дело в самом отношении и в то, что произошло после как раз-таки вот этого самого пранка. А произошло, угадайте, что? Упадок онлайна. И хоть они договорились со многими крупными серверами, чтобы те запустили акцию X2 и X3, однако, таким образом, они могли привлечь только новых игроков, а старые игроки, которые, поверив данному журналу, распродали большое количество своего имущества барыгам, чтобы хоть что-то выручить с данной игры, в которой они, возможно, донатили, возможно, добились всего сами, просто чтобы это не пропадало, они это все продали. Я вам хочу напомнить, что речь идет о Samp Community, и речь идет, блять, о закрытии Samp. Тем более, когда такую информацию пишут, не абы где, не в твоем ютубере, не в Samp YouTube, а в Live, мать его, Samp'е. Ой, я извиняюсь, я ударил только что стойку, я надеюсь, что это не было особо слышно, или видно, или наподобие того, хотя как вы могли это увидеть, не знаю, однако, ладно. И вследствие всего этого, я прям, ну вот, я не понимаю, как, блять, Live Samp могли такое сделать, и просто подорвать всю свою репутацию. А сейчас, об этом уже мало кто помнит, и все также продолжают читать Live Samp, брать оттуда какие-то новости, и так далее, и тому подобное. Если вы захотите, то я могу сделать топ, я не знаю, 2, топ 3, если я найду третий журнал по GTA Samp, который я вам советую читать, то есть, раньше это было топ 3, какие журналы туда входили, можете, опять же, посмотреть на основном канале, у меня там есть отдельный ролик на данную тему, то есть, раньше это было 3 журнала, сейчас это, наверное, 2, однако, Rookstar бомбит, там уже не выходят какие-то интересные новости в виде лендингов, и так далее, то есть, там Rookstar бомбит, это, ну, полный неактив, я как-то вообще о них, от них мало что вижу, и мне это абсолютно непонятно, как это вообще так происходит, и так далее. Однако, я, я в целом не понимаю, я какой-то чужеродный элемент, или что, то есть, почему для всех это норма, что вот так вот происходит, кроме Ангела Касада, Ангел Касада по данному поводу высказался, красавчик, однако, всем похуй, всем похуй на то, что это происходит, на то, что это происходит с ним, не похуй только людям, которые продали свое имущество ебаным барыгам, для того, чтобы выручить хоть какую-то прибыль с сампа, который закроется, и вот, вы представляете, сообщество сампа, там 20 плюс тысяч подписчиков, я не знаю, сколько у них было на тот момент, однако, 20 плюс тысяч, блять, подписчиков, вы только себе представьте, публикуют новость, казалось бы, наверное, она должна быть достоверной, я же столько лет уже с этим журналом, одна кровь, одна бровь, как говорил, нехуевый такой философ Эмпайр, кстати, вот можете посмотреть там, разоблачение на Ангела Кассада, если не видели там на канале, оно почему-то вышло в 1 апреля, я не знаю почему, однако, можете посмотреть, и, ну серьезно, вот я, я крайне не понимаю, я крайне разочарован, в то время был лайфсамп, да я и сейчас разочарован, а ту хуйню, которую они там сейчас пишут, это полнейший пиздец, это такое говнище, я просто, блять, не знаю, ну в самом деле, блять, лайфсамп, что с вами не так, то есть, пиздец, это прям пиздец, и то есть, они, вот, как-то не способствуют там, развитию онлайна сампа, они не предоставили никакой компенсации, чувакам, которые слили свое имущество, нихуя, то есть, просто попросили у серверов сделать x2, там, x3, при том, что эти сервера, они и так, на выходные делают такие акции, то есть, как лайфсамп помог оправиться после данного происшествия, вот этим вот всем игрокам, как он помог оправиться серверам, я не знаю, и почему вообще сервера должны исправлять данное положение, в которое их поставил ебаный самповский журнал, мне, вот, данная новость, крайне непонятна, и вы знаете, вот, от того, что есть такой вот монополист лайфсамп, от этого страдают другие очень хорошие журналы, блять, понимаете, то есть, лайфсампу сливают вот какие-то переписки, там, эксклюзивные, как было в ситуации с Николаем Соболевым, и Николаем, там, с Даймонда, и так далее, то есть, сливают какие-то переписки им эксклюзивные, и так далее, при том, что какие-нибудь там самборлд, и прочие журналы, они остаются без всего этого, потому что слили лайфсампу, зачем еще кому-то сливать и так далее, и вот, блять, ну, в самом деле, из-за того, что вот лайфсамп является таким вот эталоном по подписчикам, все идет через одно место, я буду категорически агитировать, чтобы от данного сообщества отписывались, или хотя бы, блять, не читали, чтобы активность у них падала, потому что данное сообщество, как лично мне кажется, несет реальный вред всему самбкомьюнити, то есть, ну, это пиздец, представляете, если бы у нас вот в реальной жизни, вот в каких-то политических сферах и так далее, вот, было такое СМИ, вот с такими вот хуевыми новостями, которые такие, вы знаете, то есть, ну, поступила информация, что инопланетян из планеты Марс, готовят серию атомных термоядерных взрывов на нашу планету, и, то есть, это пишет какой-то, это, допустим, первый канал такое вещает, вы представляете, то есть, причем не в 1 апреля, не когда-то там еще, а то есть, в обычный день он вам об этом говорит, вот первый канал, вот эта вот официальная ведущая, с такой хуевый прической, она вам об этом говорит, и вы такие, типа, ебать, ну, это ж монополисты, ну, это даже не монополисты-то, блять, первый, блять, канал, это топ-1 канал, блять, в России, то есть, Там же новости проходят какую-нибудь детальную проверку или наподобие того, как туда можно не поверить. И пиздец, и люди там, я не знаю, что люди бы делали в данном случае, там вскрывались, блядь, что бы там только не было. И в случае с лайфсампом всё точно так же. Сука, всё, блядь, точно так же. Я не понимаю, как у вас совесть позволяет такое делать. Это просто пиздец. Опять же, если вы читаете или подписаны на лайфсамп, то я вам могу порекомендовать только отписаться и не более того. Либо быть подписанным, но не читать их новости, потому что, ну, это полнейший пиздец. То, что они вот делают, то, что они сделали вот с этим вот, с пранком от Джимми, это полнейший пиздец, кромешная тьма и так далее. А также ютуберы, поддержавшие тот пранк, знаю, что это было давно, однако они это поддержали. Их так же не советую вам смотреть, мало ли что, они вам потом посоветуют. Ну, я думаю, что вы меня понимаете. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.